Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. И напомню, что мы дня два-три назад уже говорили об этой теме, когда два дня федеральные телеканалы полностью молчали. И первый, и второй, и вести 24, все молчали, не говорили ничего. Более того, когда мы с вами освещали это событие, кто-то писал, что зачем вообще об этом говорить, и об этом все молчат, что об этом говорить и так далее, зачем умножить слухи, сплетни там. Ну вот сейчас об этом говорит весь мир, еще раз повторюсь. Все, об этом говорит весь мир. Потому что заранее, когда начинаешь говорить, чувствуя, что будет, можно, что называется, сформировать общественное мнение, поддержку определенную нашей фигуристы Камиле Валиевой, нашей звездочке, которая является непревзойденной, непобежденной. Значит, и я считаю, что ее будет невозможно победить еще очень долго в честной конкурентной борьбе. Именно поэтому придумана эта грязь абсолютнейшая, этот допинг, который вдруг от 20 какого-то первого, что ли, декабря, правьте меня, если я ошибаюсь, показал положительный результат, хотя после этого все пробы были отрицательными, все было чисто, значит, везли там что-то больше полутора месяцев, но там вроде говорят католическое рождество, и вот эта страшная болезнь, пандемия и так далее. Может, по срокам все нормально. Я считаю, что это просто издевательство натуральное, когда сейчас пишут, что Международный Олимпийский комитет якобы там что-то думает, даже в отношении страны, которая выступает без флага и гимна. Слушайте, ну сколько можно позориться, я считаю. Но не хотят они соревноваться, но не хотят они соревноваться с сильнейшими на планете, с россиянами, хотят они соревноваться у себя на заднем дворе, ну пусть они соревнуются там у себя, значит, друг с другом. Спортсменам интересно соревноваться, еще раз повторюсь, сильнейшими, потому что тогда есть элемент противостояния, элемент борьбы, им хочется тогда тренироваться, это элемент спортивной борьбы, спортивный интерес. Конечно, для спортсменов это и заработок и так далее, но тем не менее, если мы туда просто не поедем, один раз, два раза, я думаю, что многое изменится. Сейчас американцы на втором месте по командному вот этому фигурному катанию. Все понятно, чего они добиваются. Они добиваются того, чтобы спортивный арбитраж признал Валиева виновной, так как ей 15 лет на защищенное лицо и 16 лет еще нет, как они уже говорят, распространить это все по закону Родченкова на всех, лишить Россию золота, автоматически кто становится на первом месте? Американцы становятся американские фигуристы на первом месте. Но почему американцы способны это делать, применяя закон Родченкова, вне своей, так сказать, территории? Почему мы, так сказать, ничего не делаем? Я выступаю за более жесткие какие-то ответы. Не то, что говорят там, пресс-секретарь сегодня президента сказал, Камила Валиева, не прячь свое лицо, выходи, так сказать, с гордо поднятой головой. Я поддерживаю его полностью в этом смысле. Но это же наши ребята. Это же наши ребята. Ну что это такое? Понятно, что Международный Олимпийский комитет пляшет под дудку американцев в данном случае. Пляшет под дудку американцев и делает то, что они им скажут. Я предполагаю так. Друзья, я сразу скажу, я не тот человек, который ищет, что называется, виновных, знаете, в неудачах человека, ищет виновных в обстоятельствах. Или в неудачах, так сказать, в государстве, ищет виновных там где-то в Америке. Нет. Но в данном случае я своими глазами видел прокат Валиева. У меня мурашки по коже пробежали. Я просто специально вот у меня на Ютубе попался. Думаю, посмотрю, потому что много писали, что гениально, что там голливудские звезды отправили ей письма с восхищением. И мы члены, так сказать, фигуристы других сборных вставали, там аплодировали, чего никогда не было. Я думаю, ну посмотрю. Я был просто поражен. Настолько четко, настолько точно, настолько выверено все. Ну не могут они спать спокойно, понимаете? Пока они не, вот я, можно так сказать, скажу уже, не поднасрут. Пока они не сделают что-то, вот грязь какую-то. Вот на 15-летняя девочка ломать судьбу сейчас, устраивая это же страшное давление на психику. Вы понимаете, в чем дело. Впереди личное первенство, одиночное выступление с 15 февраля. И вот сейчас спортивный, и международный олимпийский комитет будет обжаловать. Я напомню, что в два дня говорили слухи, сплетни, нужны какие-то срочные юридические консультации. Тогда какие юридические консультации? Все было понятно уже. Все дело в том, что, значит, представители Валиевой протестовали решение РУСАДА о снятии ее. Ее, значит, отстранение сняли. Но сейчас международный олимпийский комитет не унимается. Что нужно сделать? Американцам надо добиться того, чтобы ее отстранили. Отстранят. Они потом сейчас вот уже закон Родченкова хотят использовать в отношении России. Это ужасно, что происходит. Это просто, я считаю, нужно перестать позориться, перестать туда ездить. Так же точно, как этот Европарламент платит огромные взносы, чтобы там сидеть, и нас там долбают постоянно. Вот не платили, не ездили, они чуть там не загнулись, завыли, давайте приезжайте обратно. Все, прижухли маленько. Так же и здесь нужно как-то свою позицию четко обозначить. Значит, просто вообще поразительное явление. Американцы хотят посадить Валиеву в тюрьму и всех, кто с ней связан. Потому что они считают, что подтверждено. Вот что пишут. США применят закон Родченкова против России. Глава американского антидопингового агентства Трэвис Тайгард высказался о допинг-скандале с участием российской фигуристки Валиевой. Его слова приводит Рейтерс. Значит, Тайгард заявил, что из-за случившегося россиян могут привлечь к ответственности в соответствии с американским актом Родченкова. Американцы, они там не хотят у себя привлекать на территорию. Как это понять? Это их закон внутренний, и он действует вне их территории. Они совсем, что ли, уже с ума посходили? Отмечается, что наказание получат все причастные к применению спортсменка запрещенного препарата. Значит, вот что пишут. Актротченкова предусматривает уголовное наказание за эпизоды допингового сговора на турнирах с участием американцев. То есть, если американские фигуристы, вот в частности, участвовали в Олимпиаде, и там будет, соответственно, сейчас вот уже подтвержденная, есть допинг-проба Валиева, и будет доказано, что это сделано, так сказать, таким путем, ну, что называется, вот решение спортивного арбитража, что не случайно попал этот вот препарат в кровь, а все это как бы сделано специально, то американцы могут и Валиеву, ну, она вроде защищенная лицо, 15 лет ей там, да, но всех причастных, так сказать, к этому могут привлекать даже к уголовной ответственности. То есть, вы представляете, если бы Россия приняла закон, что если наши спортсмены где-то участвуют, и кто-то попадается на допинги из спортсменов других стран, то Россия может их посадить в тюрьму, этих спортсменов, например, американцев. Можете вообще себе это представить? А я считаю, что нужно принять закон, что если, например, наших спортсменов начинают притеснять и подтасовывать там с допингом вот эти вот все вещи, то наши могут посадить в тюрьму тех, кто этим занимается. Вот и все, вот чтобы этим закончилось. И вот этот тайгард, чтобы первый пошел, значит, вот я считаю, что это будет очень справедливо. И вот юрист Анна Анцелиович, руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» рассказала, чем грозит расследование США допинга российской фигуристки Валивой по закону Родченкова. Закон Родченкова имеет экстерриториальный характер, значит, то есть он распространяется за территорией США. То есть американцы могут принимать законы, которые распространяются за ее территорией. Но мытесь на секундочку. Так как в Олимпиаде участвуют граждане США, этот закон американцы могут здесь применять. Чувствуете, как они за своих рвут? Даже если там американцы участвуют, они будут крушить там все. Значит, они могут попытаться признать виновными людей из числа персонала спортсмена, а не саму Валиеву. То есть речь идет о том, чтобы привлечь к ответственности персонал фигуристки по законам США. В теории это подразумевает даже уголовное заключение судом США. Но, конечно, это скорее элемент давления, потому что доказать, довести дело до конца в этом отношении будет очень сложно. Это не элемент давления. Они пытаются все свои санкции там какие-то наложить, еще что-то. А в данном случае это возможность долбать Россию через Олимпиаду, через спортсмена. Стоит ли туда пускать без флага и гимна 15-летних девчонок, которых потом будут ломать психику из-за политики? Я считаю, что нет. Я считаю, что нужно принять закон, что если кто-то занимается этим, пусть он в тюрьме сидит в российской. За Валееву, за победу, за Россию. До конца. Друзья, с вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Резервный канал Будда Гришна. И инстаграм Будда Гришна, нижняя почерка, единичка на латинце, на русском. Будда Гришна, три российских флага. Всем пока, друзья. До встречи.